Сейчас будем делать широкий и объемный вокал несколькими методами в пару кликов. Тяжело представить хороший атмосферный трек без широкого и объемного вокала. Вот и не нужно представлять этот ужас, поскольку мы сегодня будем делать супер широкий вокал для любых атмосферных треков. И возможно трек, над которым я сегодня буду измываться, не такой уж атмосферный, но имея в виду, что на сами способы расширения вокала это никак не влияет. Кстати, все плагины из этого видео ты, как всегда, можешь скачать в моем телеграм-канале по ссылочке в описании. И давай сразу перейдем к делу. Итак, перед нами открыт проект, в котором, допустим, всего одна дорога, да? Эти две дорожки я отключил. Давай мы с тобой прослушаем, как звучит вокал, записанный в одну дорогу. Ну если бык виноват, бык посягал на мое время, пришло скотину забить. Это звучит, как и предполагается, узко, сухо, да, в общем-то и все. Первый лучший способ расширить голос, это использовать даблы. О том, как это сделать, я рассказывал в этом видео. Нам нужно записать хотя бы один дабл, для того, чтобы наш голос стал немного сочнее. Давай послушаем с одним даблом, как звучит наш вокал. Но если бык виноват, бык посягал на мое время, пришло скотину забить. Это звучит более плотно. Но если мы запишем уже два дабла, то это будет звучать слишком плотно. Но если бык виноват, бык посягал на мое время, пришло скотину забить. Ты можешь слышать, что толком ничего не изменилось. Что мы можем сделать? Мы можем развести наши даблы на 50% налево или направо. Заметь, что мы можем также развести не на 50%, а допустим на 30%, чтобы это получилось не так широко. Но для демонстрации я все-таки накручу на 50%. Но если бык виноват, бык посягал на мое время, пришло скотину забить. Мы также можем сделать слишком большие значения в 100%. Мы развели вокал на 100% направо и налево. Послушаем, что получилось теперь. Но если бык виноват, бык посягал на мое время, пришло скотину забить. Как-то так. Окей, но что делать, если у нас, допустим, трек уже записан, а даблов нет? Мы с тобой можем пойти путем не особо правильным, но когда других вариантов нет, и этот путь хорош. Мы с тобой берем и копируем дорожку нашего лидирующего голоса. Проблема только в том, что когда мы откопировали нашу дорогу лидирующего голоса, то весь наш вокал стал звучать тупо в два раза громче. И никакого стереоэффекта здесь нет. И подавно. Но Дарьян хи*** не посоветует, а поэтому мы пойдем чуть-чуть дальше и сдвинем нашу с тобой дорожку немножко вправо. Совсем чуть-чуть. И понизим тональность нашей дороги на один тон. Послушаем, что получилось. Но если бык виноват, бык посягал на мое время, пришло скотину забить. Это стало значительно шире, чем когда у нас был только лишь один лидирующий голос. Но если бык виноват, бык посягал на мое время, пришло скотину забить. Понимаешь? Сам факт того, что наш второй лидирующий голос отличается от первого лидирующего голоса и создает стереоэффект. Но лучше записывай даблы. Также помни, что ты можешь заказать у меня сведение своего трека. И нет, я не один из этих лосей, которые сводят музло, а быкак. Придя ко мне один раз, ты уже не захочешь уходить. Уверяю тебя. И даже если ты обычно не заказываешь сведение своих треков, то попробуй в этот раз делать исключение, хотя бы для того, чтобы узнать, насколько круто твой трек может звучать. Нужную ссылку ты найдешь в описании под этим видео. Третий способ, по которому мы сегодня пойдем, это использование плагина HDLay. Здесь нам нужно выставить соответствующие настройки. Первым делом мы убираем аналог, чтобы у нас не было никакого аналогового шума. И DryWet мы скручиваем в ноль. Затем мы здесь можем выставить по желанию BPM проекта. Я же ставить не буду, но ты обязательно ставь. Далее выберем BPM. Скрутим эту крутилку в ноль. И эту крутилку скрутим в ноль. Здесь немножко срежем высоких частот и немножко срежем низких частот. Послушаем, что получается. И сейчас параллельно, когда будем слушать, будем крутить вот эту крутилку и примешивать немножко появившийся дублирующий голос. Вокал, вернее. Может звукари. Но если бык виноват, бык посягал на мое время, пришло скотину забить. И вроде бы ничего серьезного не происходит, но если мы нажмем кнопку пинг-понг, то все изменится в корне. Но если бык виноват, бык посягал на мое время, пришло скотину забить. Но если бык виноват, бык посягал на мое время, пришло скотину забить. Как-то так. Четвертый способ создания даблов это использование плагина от компании Waves. Даблер 4 стерео. Суть плагина в том, что мы добавляем дополнительные источники звучания. Грубо говоря, вот был наш вокал. Но если бык виноват, бык посягал на мое время, пришло скотину забить. И мы добавили дополнительные источники звучания. Допустим, 2. Но если бык виноват, бык посягал на мое время, пришло скотину забить. Окей, давай добавим еще 2. Но если бык виноват, бык посягал на мое время, пришло скотину забить. Это очень широко. Я бы даже сказал, что слишком. И это работа всего лишь одного плагина. Также заметь, что здесь ты можешь изменять источник звучания. Ну то есть его расположение Можно допустим поставить это все вот так вот В дальнее поле И это все будет звучать довольно далеко Громко и широко Но если бык виноват, бык посягал на мое время Пришло у скотину забить Можно поиздеваться и выключить середину Но если бык виноват, бык посягал на мое время Пришло у скотину забить Или допустим еще два дополнительных голоса Я ставлю только крайние, самые широкие Но если бык виноват, бык посягал на мое время Пришло у скотину забить А можно угореть и подвинуть всё ближе, всё кроме лидирующего голоса. Слушаем. Ну если бык виноват, бык посягал на моё, время пришло ускать, тину забить. Мне кажется это то, что нам нужно. Ты можешь использовать один из этих четырёх приёмов, о которых я тебе только что рассказал, чтобы немного расширить свой вокал, а можешь использовать их в совокупности, чтобы заставить звучать твой вокал супер широко. Ну и конечно усилить наш широкий стереоэффект можно с помощью реверба. Реверс делает голос более мягким и объёмным. Ну и с ним не всё так просто, и он требует отдельной доработки, для того чтобы он не звучал как дефолтное эхо. Так что если хочешь увидеть ролик на эту тему, то жми лося и напиши в комментариях о том, что хочу видос про ревер, и я сниму такой ролик. Но нужно много лайков по центре. И кстати, если я уже снял видео на эту тему, то ссылочка на этот ролик где-то уже над моей головой сейчас маячит. Не забывай, что лучше не докрутить определённый эффект либо плагин, чем перекрутить и выглядеть как дилетант. Оставайся профессионалом своего дела и всё-таки посмотри вот это видео о том, как и сколько дорог записывать. Уверен, оно вытащит твой звук на новый уровень. Такие пироги.